Далеко девица В сердце красавицы Чувство то нежное Дева бережет Приходи, милый мой, приходи К девице разбуди Тот цветок, что в ее груди Ждет тебя, юная, ждет И надеется вмиг А счастливит их тот цветок любви Говорит солнышком Говорит с птицами О любви молится Суженого ждет В сердце огонь горит Чувство глубокое Пламя высокое Над землей поет Приходи, милый мой, приходи К девице разбуди Тот цветок, что в ее груди Ждет тебя, юная, ждет И надеется вмиг А счастливит их тот цветок любви Тот цветок Тот цветок Тот цветок Тот цветок Любви Сибирский рок-фолк жив Что такое рок-фолк и почему он жив Узнаем прямо сейчас С вами я, Александра Загороднюк И Михаил Кириллов И в гостях у нас музыкальная группа «Ночное солнце» Елена Кашкарова, Ольга Новолоцкая, Вячеслав Новолоцкий И Антон Горбунов Здравствуйте! Доброе утро! Доброе утро! Вы вернулись с фестиваля «Нашествие» Крупнейший рок-фестиваль Как так получилось, что вы вообще туда попали? Это долгая история Ну так расскажите Мы не торопимся Мы готовы слушать вас вечно На рок-фестиваль «Нашествие» мы попали как полуфиналисты конкурса «Высоцкий фест» В конце июня был объявлен конкурс «Высоцкий фест» Молодых авторов от 18 до 35 лет Присылайте свои заявки на сайт Любой жанр, любое направление Мы исполняем авторский материал Я пишу песни, мы с ребятами их аранжируем И вот решили попытать удачу И отправили две заявки Почему две? Ну максимум две можно было отправить То есть либо видео, либо аудио А вы что отправили? Отправляли песни «Цветок любви» и «Alaia Home» Да, две песни, волшебная такая песня у нас есть Почему их? Ну, как-то так совпало, да Во-первых, особо не было времени перезаписывать специально что-то для конкурса Мы выбрали наиболее удачные записи, которые у нас были с прошлых концертов Живые записи И в середине июля, когда уже завершился первый этап То есть на сайт загружали заявки, там со всей России было более двух тысяч заявок, по-моему И по каждому федеральному округу отбирали уже 20 групп И вот мы вошли в эти 20 групп, которые отобрали среди сибирского федерального округа Это из скольки, получается, из Сибирска? В Сибирском было более двухсот Ага Самое большое количество было в Центральном, конечно То есть Москва, Питер, там в той стороне А у нас было более двухсот заявок И мы вошли в двадцатку Так Очень-очень обрадовались 21 июля проходил отборочный тур Среди участников приезжали и из Читы Нет, из Читы, по-моему, были в Хабаровске Приезжали из Иркутска, из Кемерово Из Кузнецкого Да, то есть много сибирского округа И вот мы там тоже были В жюри сидели очень уважаемые люди, которые в этой индустрии музыкальной уже много лет А какие не помните? Ну вот ярко такое событие запомнилось Мы пообщались с группой Ундервуд То есть они там давали потом еще бесплатный концерт для участников И, кстати, они сказали, что вот потом удалось с ними пообщаться Они сказали, что мы им очень понравились Это на нашествие уже Да, это С группой Ундервуд, которые нас вспомнили Да, да Вот Группа Ундервуд Затем были представители из Москвы То есть у них В жюри вообще самого конкурса входило очень много деятелей Известных Сергей Голанин, Гоша Куценко Вот У нас был Алексей Козин Это генеральный директор звукозаписывающей студии «Навигатор Рекордс» В Москве Так Отобрались, получается, и там тоже уже на нашествие Да И там среди 20 участников отбирали 5 или 6 То есть у них варьировалась цифра будущих полуфиналистов Вот мы вошли в это Сколько за это заплатили? Бесплатно Бесплатно? Абсолютно Бесплатно вообще То есть не за участие, ничего Не за проезд, за нашествие и проживание Представляете, да, и на само нашествие полностью организаторы взяли на себя все эти расходы И по перелёту, по проживанию, трансфер, то есть всё Нашествие Нашествие, вот где это проходило вообще в этом году, как, что, как приехали, как встретили вас? Нашествие проходило в Большом Завидове, Тверская область Мы прилетели туда на самолёте до Москвы Вот, затем нас перевезли уже все вместе участников трансфер до поля и поселили нас в палаточном городке Отдельная зона была специальная для участников Много вообще участников? 250 коллективов и где-то 200 музыкантов в общей сложности Сколько дней он проходил, напомните? Три дня, с 3 по 5 августа И конкретно вот Высоцкий фест полуфинал проходил с 4 по 5 августа два дня Жюри отслушивали уже вживую 50 этих самых финалистов, полуфиналистов, это я уже Такая нагрузка неплохая, 50 финалистов прослушать Вы выступали в первый день? Мы выступили в первый день, да, спели две песни «Цветок любви», «Мечта» Как вообще вас приведели? Нас зал встречал очень хорошо Зал – это поле Еще скажу, что на нашествии в этом году было 3 сцены Была главная сцена, где выступали основные хедлайнеры Была сцена «Наши 2.0», где тоже известные группы выступали Да, например, «Ночной солнце» Нет, «Ночной солнце» выступал на третьей сцене Да, третья сцена – это Высоцкий фест Как раз там выступали начинающие группы, которые как раз Только пробиваются Которые открывают дорогу на сцену Вообще смысл всего конкурса и фестиваля как раз в том, чтобы дать возможность молодым группам Потразать себя впервые на таком масштабном мероприятии Потому что публики было очень много Да, и что очень приятно, что на протяжении вот этих двух дней Люди с главных сцен, зрители, они приходили, подтягивались к нашей сцене Вот где выступали участники И активно поддерживали Там было даже зрительское голосование То есть можно было выбрать призрительских симпатий получить Вот, и когда мы вступали, это вот совершенно забылось о том, что это конкурс Было только хорошее настроение, вдохновение И зрители, которые поддерживали нас Они подпевали наши песни, это было так приятно Вам страшно вообще, что ли, не было? Вот в начале, до того, как все это случилось Да то, как начали играть Нормальное явление Когда уже начинаешь играть, начинается музыка И завязка со зрителем А до этого как-то потряхивало, да? Ну, естественно Знаете, честно скажу, мы недели две, наверное, созванивались Между, как раз, отборочным туром и нашествием Мы недели две не могли нормально спать Мы очень переживали, волновались, как что будет Мы купили специальный жесткий кейс для перевоза гитары Чтобы ничего не повредилось, да? Да, да, прекрасно Так, ну, получается, вот вы отуграли, а потом вы еще два дня, там, три, да? Тусовали, да С кем познакомились вообще? Кого видели? Может быть, друзья какие-то появились? Да, у нас появились, конечно, друзья из самого Ну, среди участников конкурса «Высоцкий фест» Ребята из Кемеров И наши, новосибирские тоже То есть мы Раньше никогда не встречались Но на отборочном туре уже познакомились И все продолжили вообще Да, и в том числе вот уже финалисты, которые пришли в финал Ну, а что запомнилось такого? Какое-нибудь событие, встреча, выступление, что-то такое? Ну, у меня много впечатлений У меня, во-первых, от авиашоу очень такое яркое было Там еще шоу Да, два дня подряд было авиашоу Русские Витязи летали Да, это было, конечно, невероятное зрелище Группы известные «Ночные снайперы», «Ария», «Ленинград», «Алиса» Всех видели? «Укрениксы», да То есть можно найти программку «Нашествие» Там очень много разных групп И мы, конечно, в восторге были Ну что ж, друзья, мы продолжим разговор о фестивале «Нашествие» И о группе «Ночное солнце» после небольшого информационного блока Жизнь, как стрела, рвется ввысь Мечта Мой каприз В небесах ты стоишь высоко В твоих глазах ночное солнце Оно подскажет мне путь Оно смеется и не дает повернуть Назад мое солнце меня ведет за собой Я снова с тобой лечу за мечтой Ночное солнце Оно подскажет мне путь Оно смеется и не дает повернуть Назад мое солнце меня ведет за собой Я снова с тобой лечу за мечтой Ночное солнце Оно подскажет мне путь Оно смеется и не дает повернуть Назад мое солнце меня ведет за собой Я снова с тобой лечу за мечтой Продолжаем наш разговор, дорогие друзья, с группой «Ночное солнце» Вот и песня у вас только что тоже прозвучала «Ночное солнце» Почему такое название? Такое название у песни или у группы? У группы Начнем с группы А что появилось в первой песне? Первой появилась песня В 2010 году Песня Ну это вдохновение То есть какое-то было такое состояние о том, что у каждого человека есть мечта Есть что-то такое, что его мотивирует, что его ведет И вот оно переросло в образ «Ночного солнца» Это может быть луна, звезда Да, то есть кому что-то ближе Но это вы придумали Да Но на самом деле песня называется «Мечта» На самом деле это я придумал Эта песня называется «Мечта», а все ее называют «Ночное солнце» Потому что в ней есть строчки «Ночное солнце» Ну и так, собственно, повелось Ну и, соответственно, и группу из-за этого Да, группу тоже назвали Как группа образовалась, как вообще пришла идея? В 2015 году образовалась группа До этого я выступала одна на акустических вечерах Свои песни и там с разными музыкантами знакомилась Вот, в том числе сначала с Олей Постепенно у нас собирались люди И вот за три года состав в итоге стал Как Антон появился в группе? Случайно Мимо проходил Мимо проходил Так, а вот с этого момента поподробнее Как так получилось, что он мимо проходил И вдруг внезапно в группу-то попал? Ну, как вот любят рассказывать Иду по улице, никого не трогаю В день города В день города, да Там был большой праздник Улица Лерина вот эта вот наша Она была пресходная, мы играли Выступали? А девочками? Нет, и мальчиками А, и мальчиками А, и мальчиками А, и мальчиками И Антон, как обычно, прогуливаясь с гитарой Нет, просто я посмотрю группа Смотрю, так, гитара есть, голоса есть Так, ударные есть, там более-менее скрипка есть А бас-гитары нету А у меня бас-гитары с собой Думаю, интересно Так случайненько получилось Да Говорю, а давайте с вами сыграю А, сыграй с нами Ага Ну да, и так получил Вот и играю, получается У меня примерно больше года Хожу за ними Больше года А вам не было вот некомфортно, что вы играете, и тут подходят бас-гитары, и начинают играть, и вы такие, как бы, оба Нет, нет Не было неловкости какой-то Если бы он не попадал, то, конечно, было бы некомфортно Он играл просто все наши песни, вот мы их играем, он тут же подстраивается Да, и все Я очень аккуратный, я под гитарой Да, да, да Признавайтесь, учил? Учил заранее, да? Выследил? Нет? Нет? Вячеслав, как вы попали? Нет Давайте Как вы попали Как вы попали в сию группу? Ну, спасибо, хорошая Так, все логически обсудил? Все началось со струнного квартета НГУ, где мы играли с Ольгой Да То есть это не совпадение, что у вас одна фамилия? Да, это не совпадение Вау Вот И Ольга предложила попробовать на перкуссию в группе У меня тогда еще не было кахона Я попробовал на чужом, естественно Что-то стало получаться, но и дальше все прошло И кроме кахона появилось еще очень-очень много Да Давайте расскажем Кахон Это вот эта вот штука Да, для начала давайте покажем, что это такое Вот Я подумала, что это колонка сначала Так Это намного что похоже Ага Для кота Так Это типа ударный, правильно понимаю? Так это совсем ударный Это совсем ударный Ага В переводе с испанского это называется ящик Ну, похоже Как не логично Почему? Что за название? Да А к этому ящику еще прилагаются вот такие вот штучки Давайте разбираться с кулинарными принадлежностями Да Похоже на взбивание желтка Белка Так Отлично Они издают всякий шуршащий звук В основном в оригинале они используются в джазовых композициях Джазовыми ударниками Еще есть треугольник Вот это вот яйцо Яйцо Киндер сюрприз Укосинья пчел Натуральный пластик А что там внутри? Что-то Обычная гречка А, да? Конечно, дорогая гречка Если проголодался, можно открыть, перекусить Издают вот такие вот звуки Так это идет к кахону или это отдельно? Это отдельно А, отдельно Слава вообще очень нас удивляет На каждую репетицию он переносит какую-то новую интересную штучку То вот эти щеточки принес на суде Потом у него на кахоне еще сбоку Как они называют? Бубен Бубен? Да Так, а вот это что за дудочки? Это уже к Антону Давайте передадим Это называется калюка Да Калюка? Называется калюка На самом деле это русская дудочка этническая такая Русская? Русская этническая? Да, обертоновая флейта Нормальная такая русская обертоновая флейта Просто парень, который ее делал, решил сделать ее из бамбука Ну вот я смотрю, что бамбук Да, на Руси вообще их из травы делали на Руси даже Срезают траву, которая такая укропчатая, высокая большая Иди вот, иди вот дудки Иди, смотри Отличный звук Что ж, друзья, вот такие интересные у нас гости сегодня Группа «Ночное солнце» Напоминаю, что в гостях были Елена Кашкарова, Ольга Новолодская, Вячеслав Новолодский и Антон Горбунов Спасибо вам Спасибо вам большое До свидания